Всем привет! Вы у меня на канале. Погодка у нас вроде бы так и ничью, свежо, хорошо на улице. У нас уже вечер, скоро будет садиться солнышко. Но настроение какое-то сонное. Вышла на улицу, думаю, ну как-то надо чуть-чуть прийти до тямы. Кто стоял так против солнца, плохо с работы пришла. И вся такая прям, еще чуть-чуть, мне кажется, я задремала бы. Коля тут занялся ремонтом двора. Выдолбал такую ямку. Там, где машина выезжает с гаража. И засыпает щебнем. И будет, наверное, плавить асфальт. Он-то решил, мы толком еще не решили, что он будет делать. Он нам объясняет. Мы слушаем его версию, предлагаем свою версию. Он нам опять объясняет. Ну, в общем, я так чувствую, что победит его версия. Так, иду, закрываю дверь. Рабочие перчатки, лица. Ой, иду поклевать малину. Малина, кстати, уже отходит. Мы законсервировали около 17 пол-литровых баночек. Для нашей плантации, здесь какая у нас плантация малины. В ширину, наверное, метра полтора. И в длину, наверное, метра два. Вот такая плантация у нас. И очень даже неплохо, что мы закрыли такое количество малинки на зиму. Тут много поломанной малины. Ну, она очень густая, неудобная. Сказал Коля, когда соберем урожай, обрежет ее полностью. Она у нас ремонтантная. И будет еще на осень малина. Ну, так мы ходим по чуть-чуть, по чуть-чуть поклевываем. Вот еще висит. Папа, кстати, только что собирал. Ну, видно, пропустил. Такое вот. Еще и фокус не ловится. Вот такая вот малина. Кстати, очень ягоды. Видите, разные кусты. И ягоды очень разнятся по размеру. Это вот такая, как пучка пальца. Как фаланга пальца. А эти поменьше. Ну, вкусные и сладкие. Вообще, я вышла на улицу. Будем копать сейчас молодую картошку. Мы уже пробовали первый раз копать. Ну, остались довольны. Хорошего размера картошка. Иду кругами, потому что так не пройти. Здесь помидоры вот такой теневой сеткой закрыты. Но помидоров еще нет. Не то, что помидоров, у нас и огурцов еще нет. Вот все лук уже положился. Подвязанная картошка. И вот такие вот. Сейчас будет у нас молоденькая картошка. Она завтра на работу. Еще одна спрятанная. Вон, видишь? Молодая картошка. Для нашего огорода это очень даже хороший урожай. Второй кустик. Тут поменьше. Земля сырая. Такие вот. Ну, приблизительно размером с яйцом. А та еще даже не погнила, да? Старая. А это цвела уже здесь? Еще одна структа. Кто? А, еще одна половинка куста. Еще одна половинка куста. Ну, это у нас так считать, что вообще горох бывает. То это еще и ничего такой урожай. Картошки из двух кустов. Разложистая какая-то, да? По кусту. Сколько высадили? Ведро. По сколько? А, по два. По две картошки? На вот этом участке. Картошки. В общем, мама говорит, посадили в ведро. Сейчас, кстати, прямо аж запахла сразу молодая картошка. И думаю, так, надо сразу с укропом. Сейчас нарву укропа. Наварим. Иду еще по картошке укроп. Думаю, сейчас буду туда тянуться. А он вот сзади цветет. Ну, я уже тут заприметила просто красивый лепесточек укропа. Поэтому я за ним. Это какой? Третий куст? Нет, это третий. Это будет не на ужин, а завтра тем, кто идет... Ну, хорошо. Тем, кто идет на работу и... И вам же. Да, тем, кто дома. Надо еще чуть-чуть. Четыре куста, наверное. Этот какой-то пустой. Ну, да, просто присыпано. У нас получилось 3,7 штук. 7 штук картошки. Вот одна картошина. А тут погнили, да, в этом кусте. Даже еще 8-ая. 8 штук, получается, из 9-ой. Такого, да, нормального размера. Ну, 10 штук. Ты там еще покопай. 10 штук. 10 штук. Ну, я считаю, это нормальная. Нормально, да. Нормальный уважай. Не то, что большая, но она же еще как бы... Еще же не осень, чтобы была большая. Она еще в процессе роста. Нормально, да. Это третий, да? Третий куст. Да, третий. Третий куст. Да, давай еще один. Еще один? Да. У нас в этом году огород зарос. Ну, так сильно близко все посажено. И решили... И такая узенькая дорожечка. Когда садили... Не, было широко. А сейчас, да. Когда все выросло. Когда выросло, то узенькая дорожечка. Вот. Ой, тут хороший. И решили выкапывать по над дорожкой. Чтобы было место, где ходить. Четвертый куст. В четвертом вообще хорошая картошка. Еще и подрастет. Можно еще... Даже много получилось уже. Ну, уже много. На два дня будет. И мы покушаем что-то. Да, и завтра еще. Сейчас вот это докопаем. Так, а я же рву укроп. Сорвала три веточки и ничего не делаю. Будет на работу, кто идет. На завтра. Будет картошка. И сейчас пожарю мясо. И ходим вокруг да около абрикос. Абрикосы, конечно, вообще они у нас еще вкусные. Мало того, большие. Соблазнительно висят на ветке. Здесь вот где низко. Здесь еще вообще зеленые. А где чуть-чуть попадает солнышко. Они вот уже желтеют. Они, конечно, соблазняют. А с тем, что я люблю вообще зеленоватые абрикосы. Ну, вот это вот сильно зеленое. А я люблю вот такого цвета. Когда они вот слегка. И вот им еще чуть-чуть. И они еще чуть-чуть. И они уже доспели. Вот я люблю такие абрикосы. Но эти абрикосы, как бы мне жалко есть такими. Поэтому я дожидаюсь уже того, как они поспеют. Ну, потому что и с пилами они тоже очень вкусные. Поэтому ходим вокруг абрикосы. И ждем, когда ветер немножко обтрусит их. Ну, еще зеленые. Поэтому упало. Был такой ураганистый ветер. И упала одна абрикоса зеленая. И одна абрикоса оранжевая. Такая вот. Как раз такая, как я люблю. Но никто у меня такие не любит. Поэтому сказали ешь. В общем, вот такие вот. Ну, в ожидании ждем, когда начнут созревать. А еще тоже и в тени. И под абрикосой огурцы. И вот вроде бы уже и начали. Девять штучек мы собрали. Но большого, как бы еще урожая нет. Огурцов. Ну, так как они на улице. Так как холодает. То теплеет, то холодает. То, конечно. Вот висят вот такие вот. Большого еще прям урожая массово. Сбора огурцов еще нет. Я еще хожу с укропом. И у нас созревает ежевика. Она такая вот интересная. У нас такой сорт. То, что она стала коричневой. Ой, черная. Это еще ничего не значит. Вот когда она, вот видите, она сейчас такая блестящая. То это еще она кислая. Но когда она станет мутненькой, вот тогда она созрела. Поэтому, ну, на ежевику как-то мы не падки. Но урожай ежевики в этом году неплохой. Куст разросся. Ну, еще никто не приходит нарвать. Потому что она еще зеленая. Мясо жарим. Окорочка. Несколько окорочков разделили на кусочки и жарим. И рядышком с мясом еще варится малина. Будет вот по чуть-чуть, по чуть-чуть. По 2 пол-литровые баночки провариваем и закрываем небольшое количество малины. Небольшим количеством малины, как в итоге оказывается, очень даже неплохо получается. У мяса только первая сторона жарится. А я заготовлю лук для поджарки мяса. Поджарю его. И потом порезанный лук засыплю туда. Видите, какой у нас лук в этом году. Вот так вот. В середине уже начинает стареть. Ну, это старый лук прошлого года. В середине стареет. И протушу его. Мясо протушу вместе с луком. Обжаренным сковородком. Мясо протушу. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У меня это перец черный... И какие-то ароматные травы... Очень неполезная, но очень вкусная еда... Получается... Ну, оно как-то что-нибудь... Неполезное, так это обязательно вкусное... Я вам сейчас покажу наш процесс... Не надо... Наш процесс... Я оператор, я знаю, что покатать... Так... Мясо... Жарится... Дожаривается... Лук... Дожаривается... И сейчас буду уже заливать водичкой... Чтобы протушилась... Картошка... Варится... Молодая... Уже... Вот первый раз мы копали... Буквально 5 дней назад... Картошку... И она вот... Еще хорошо... Так неплохо чистилась... Сейчас уже чистится... Плоховато... Поэтому... Мы ее... Не шкребли... А... Обчищали... Малина... Продолжает вариться... Уже засыпали сахар... Уже... Идет подготовка... Банок... Мама говорит... Не надо показывать... Некрасивая... Вот эта крышка... Ну, а как она может быть красивая... Если на ней всегда стерилизуются... Стерилизуются банки... И... Мне кажется... Если бы у нас была пятая комфорка... То мы бы ее тоже использовали... И пятую... И шестую... И была бы у нас здесь промышленная печь... Мы бы придумали что-нибудь... Что туда поставить... И плов бы варили... Дополнительно... И все бы варили... Но так как у нас четыре... То четыре использованы... И мы как бы сейчас отдыхаем... Что бы мы придумали... А вот что... Сорвали уже с куста смородину... Она конечно здесь на нижних ветках была... Грязная... Сейчас зальем водой... Помоем... Дадим... Обсохнуть ей... И будем проваривать... Вот бы чем... Мы заняли пятую комфорку... Но так как... Пятая... У нас нету пятая... Поэтому... Смородина стоит еще в процессе... Поджарилась... И теперь заливаю водичкой... Приблизительно до средины... Ну, чтобы чуть-чуть была покрыта водичкой... И она у меня тушится... В таком виде... До выкипания... Воды... Хотела выйти в беседку... Поговорить... Но... Беседка занята... Была... И я вышла... Вот в конец огорода... В укромное местечко... Под черешню... И... А здесь оказалось... Очень даже... Еще и неплохо... Подсвечиваюсь закатом... Хороший... Такое... Освещение хорошее... Хотела поговорить... Вот о чем... Мне сегодня задали вопрос... В комментариях... Почему вы не снимаете город... Снимаете дома... И... Как бы... Ведь... Ну... Военный город... Очень многих интересует... Объясню... Почему... А... Еще был задан вопрос... Есть ли у нас сирены... И как вообще люди реагируют на сирены... Я... Сирены у нас есть... Я работаю... Так вот... Можно сказать... Среди двух сирен... Поэтому... Когда я иду... На работу... То... Включается сирена... Мне ее слышно... Но... Это не близко... То есть... Показывать... Как гудят сирены... Ну... Нет смысла... И вообще... Есть ли в этом смысл... Все в Украине... У нас слышат... Как они гудят... Гудят ли они... У нас... Так часто... И как люди... На них реагируют... Знаете... Вот как хочу сказать... Город... Миллионник... То есть... Ну... Я не знаю... По подсчетам... Конечно... Таких вот... Везде... В соцсетях... Говорят... Что сейчас... Миллион... Сто... Живут в городе... Но... Мне кажется... Намного меньше... Ну... Пусть... Девятьсот... Так... Люди... Очень много... Передвигаются... На машинах... Машин... Много... Людей... Маловато... Вот так... Можно сказать... Но... По сравнению с тем... Как было до войны... Вот так... Но... Людей... По сравнению... С тем... Как было... В мае... В прошлого года... То... Поверьте... Это много... У нас людей... Ходят... Как реагируют... Если мне до... Укрытия... Бежать... Бежать... Прямо... Бежать... Понимаете... 15 минут... Ближайшее укрытие... У меня это метро... То... С работы... То... Естественно... Как люди... И я иду в эту сторону... В сторону работы... И иду от метро... То как я буду... Куда я буду прятаться? Никуда... Иду на работу... И все... Точно так же... Идут на работу... Потому что... Уже вывели... У нас на работу... И госслужащих... На... Оффлайн... Работу... Ну... В общем... Повыводили людей... Полностью... Город работает... Полностью... По возможности... Вот так... Рынки... Полностью работают... Я вот показывала... Как у нас... Во время воздушной тревоги... Все так же... Продолжает работать... Почему не снимаю в городе? Мой канал... Это... В первую очередь... Борьба с моими комплексами... И... Больший... Первый комплекс... Это был... Начать снимать просто... Себя... И чтобы меня видели... Много... Чужих людей... Это как бы был первый... Я его поборола... Мне абсолютно все равно... Теперь на это... А вот... Проблема в том... Что я не могу идти... И снимать в городе... Она остается... Но еще остается проблема... В том... Что... Не все... Не все... Можно снимать... Вот так... И люди очень странно реагируют... Реагируют сейчас на... То, что снимаешь... Если ты идешь с камерой... Значит... Ты... Отправляешь куда-то... Координаты... Значит... Ну... В общем... Все в таком стиле... Поэтому... Чтобы... Не вызывать шквал эмоций... Чтобы не объяснять... Каждому... Пока... Стараюсь... Я конечно же снимаю... Но... Не в той степени... Вот... Я не могу побороть этот комплекс... Чтобы идти вот так вот... С селфи-палкой... Хотя... Знаю... Что многие так... Ну... Я вижу людей... Которые так ходят... Снимают... Ну... Только себя... Я отношусь к этому... Абсолютно нормально... Но... Вот... У меня... Это вот такая вот проблема... Я не могу идти... Снимать... Себя... И когда мне навстречу... Идут люди... Ну вот... Такая у меня проблемка... Но я обещаю... Что я поборю ее... Ну... Так вот... По городу просто идти... Я не хожу в таких местах... Ну... По улочке я снимаю... Да... Я снимаю по тем улочкам... По которым хожу... Я показывала и раньше... И... Были у меня видео там... Где я... Хожу по улочкам... В центре города... Снимаю абсолютно спокойно... Там... Там все ходят с камерами... Но... В тех районах... Где... Больше люди бегут на работу... Там больше как-то с опаской относятся к этому... Вот... Я думаю... Что... В полной мере ответила на ваш комментарий... Спасибо большое... Пишите... Если кому-то интересны... Такие же... Комментарии... На которых я могу ответить... Не просто... Сообщением... А вот... Раскрыть тему... То... Пишите... Обязательно отвечу... Вот... Вот и все... Ну... На этом хочу... Закончить свое видео... Всем пожелать мира... Добра... Пожелать вам подписки на мой канал... В общем... Всего вам доброго... До встречи в новых видео... Всем пока...